Приветствую вас. Для начала давайте попробуем определить с вами так, что для вас важнее в профессии, которую вы хотите освоить. Если для вас в профессии важен, например, рост, перспектива, карьерная лестница, то в данном случае вам необходимо выбирать ту профессию, которая наиболее перспективна в вашем городе. И здесь уже, как говорится, вы решаете методом перебора. То есть, условно говоря, вы смотрите, какие профессии в вашем городе наиболее перспективны и в зависимости от этого принимаете решение по наиболее приятной вам профессии. То есть, вы здесь как бы смотрите на то, что является наиболее перспективным для вас. Соответственно, если вас волнует в своей профессии, в будущем, не столько и не столько перспектива личностного и карьерного роста, но еще вас волнует, например, скажем так, творческий подход, то тогда в таком случае я бы порекомендовал вам обратить внимание на ваши, так скажем, на ваши способности, на то, что у вас получается, например, лучше всего. То есть, что это, какие у вас есть способности, лично у вас, что вам, например, нравится больше, что у вас получается лучше всего, какие у вас, какие у вас увлечения, холоды может быть и так далее. Вот эти моменты вам, ну, желательно бы для себя как-то определить. И тогда, если вы сможете это сделать для себя, то тогда у вас, в принципе, получится принять то решение, которое вам подойдет. То есть, условно говоря, из два момента, которые вам необходимо учитывать при выборе своей профессии. И один из первых таких моментов, это, собственно, то, чего вы хотите получить от работы. То, чего вы хотите именно извлечь из того, чем вы занимаетесь. И, собственно, это является первый момент. Ну, а второй момент, я уже сказал, если вас интересует по большому счету творческий эффект от работы, то вы выбираете то, что вам, например, наибольшее всего интересно. И дело здесь, в случае, как я надеюсь, вы понимаете, не в востребованности какой-то, а дело здесь непосредственно в том, чего вы хотите. Потому что, если, например, работа будет такой, какая вам нравится, но при этом не приносит дохода, то вы будете более счастливы, чем, если бы вы работали на такой работе, которая приносила бы вам много дохода, но при этом не была бы вам интересна. Здесь все зависит исключительно от приоритетов. Вот на них вы и можете ориентироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...